Добрый день, коллеги! Сегодня хотел бы рассказать про кейс, который мы упоминали на нашей шестой конференции в Санкт-Петербурге. Это кейс, связанный с земельными участками, которые продавались недалеко от Казани, под строительство коттеджей. На берегу прекрасного озера мы зашли на втором аукционе и планировали забрать одной заявкой один земельный участок из пяти. Но оказалось, что была подана заявка на все пять участков, это был один человек, нам пришлось с ним торговаться на повышение. Мы сделали пару шагов и он отказался от этого участка. В итоге мы выиграем один участок из пяти, как и планировали, а он выигрывает все остальные четыре одной заявкой. Дальше у нас происходит звонок и этот человек говорит нам, а вы не хотели бы мне продать свой участок земельный, который выиграли. Естественно, это было в агентской схеме для нашего клиента и мы таких решений уже не принимали. Дальше оказалось то, что там есть такой нюанс. Министерство культуры Республики Тарстан наложило обременение на эти участки, запрет на строительство каких-либо зданий. Мы обратились в Минкульт и оказалось действительно, да, там когда-то был найден поселок 14 века. Проводили частично уже раскопку, разведку. Оказалось, что там закопана целая деревня и поэтому они наложили этот запрет. На вопрос, когда снимется этот запрет, они нам сказали, финансирование государственное будет только в течение двух-трех лет, но если вы хотите сделать это быстрее, можете проспонсировать эту раскопку, она будет стоить где-то около двух миллионов рублей. Мы на этом не остановились и решили найти решение этой проблемы. В итоге мы получили выпуски из кадастровой палаты и оказалось, что тот земельный участок, который купили мы для агента, не входит в эту охранную зону. И наш клиент с удовольствием и с чувством удовлетворения подписал договор купли-продажи и выкупил этот участок. Агентская схема вознаграждения 100 тысяч рублей. Стоимость участка была миллион сто. Десять процентов от стоимости в принципе неплохо, я думаю. А второй участник, который не знал о том, что есть ограничения, отказался от этих земельных участков и они будут дальше идти на падение. Но боюсь, что никто уже не захочет их купить. Я столкнулся с этим первый раз и для меня это был большой опыт, хороший большой опыт, с которым я хотел с вами поделиться, чтобы вы не совершали такие же ошибки, как я. На этом все, дорогие друзья, на связи Ленар Гельфанов. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова